Здравствуйте, спасибо за эту честь участвовать здесь. Я сразу извинюсь, я совсем не занимаюсь мифологией, я больше занимаюсь социологией литературы и социологией культуры. И меня интересуют современные мифы, как они сотворяются и что с ними сделаются в современном обществе. В этом смысле Литва, как такая послесоветская страна, которая очень динамично и очень быстро идет в Запад, очень интересный объект исследования. И что делается с этими двумя мифами, о которыми я буду говорить, просто показывает такой конфликт ценностей в Литве и конфликт генераций. Эти два мифа – это миф поэта-народа или поэта как вождя народа и романтического гениуса. Я потом по очереди буду о них говорить. И я опираюсь на больше случаев на Альгерда Юлиуса Греймаса, который есть большой авторитет в Литве и который тоже говорил об этих современных мифах. И Греймас предисловий к своим наследованным литовской мифологии в книге о богах и людях, которая только что вышла на русском языке. И здесь участвует переводчица, мне кажется, честь ей. Греймас опирается на Клода Леви Стросса и определяет мифологию как человечеству присущую форму фигуративного межшумения, с помощью которой решаются главные идеологические и философские проблемы. Как видите, эти рамки мифологии очень широкие становятся. И фигура поэта в этом широком смысле всегда была мифологическая, по крайней мере, до сих пор. Ее действие в обществе очень склонны к мифологизации, так как поэт выражает идеалы общества, их сохраняет и помогает им циркулировать. Но не надо вам напоминать, что эти склонности достигли апогея в XIX веке, в эпоху романтизма. И когда и сочинились эти два типа, эти две мифологии мы поэта, гения, индивидуального гения побольше, извините, в Западной Европе. Вообще, вождя народа побольше в Восточной Европе, конечно, они очень связаны. Я так схематично их отличаю. Романтический гений — это герой, который превозошел общество своей неповторимой индивидуальностью. И поэт вождь народа или нации, я напомню, что в Литве есть два слова. Это ляудис, кто-то говорил, или народ, и тоута — это нация. И на литовском языке больше употребляется тоутос поэта, споэт нации. Этот последний тоже превосходит общество, но совсем по-другому, как идеальный воплотитель идеальных свойств народа, ценностей и целей. Также я только напомню, что в XX веке эти две фигуры потеряли свое значение в обществе, по крайней мере, в Западном мире. И еще Вальтер Веньямин писал в 1933 году. Мне кажется, что эти фигуры отдают место кинозвездам. Но теперь это ясно в популярной культуре. Так было в Западной Европе, по крайней мере. Но в тоталитарных и послетоталитарных обществах эта фигура поэта была сильнее, чем в других обществах. И обе эти фигуры, и особенно фигура поэта, поэта-вождя нации. В Литве, о которой я и буду говорить, эти два мифа и конкурировали между собой. И шли рядом всегда. Вот, например, в начале XX века Майронис, народный поэт XIX века, национального возрождения, которого до сих пор считают национальному поэта, хотели вытеснить гений. Гений, поэт-гений. Это поэты-символисты, Валис Руага, Мистика, Альбинас Хервачаускас, а потом поэты-авангаристы. Но Майронис и его оппоненты все равно верили в исключительную роль поэта. По-другому, но все равно они были исключительные. А в междувоенной независимой Литве, когда начало формироваться независимое поле литературы в социологическом смысле, то появились альтернативы. Например, просто поэт-эстет или просто поэт-модернист. Это в конце 30-х годов. Таким был Радалскас. Вы можете купить книгу его переводов тоже. И переводчица тоже здесь, кстати, сидит. Я теперь... Вот она. Не нарочно я так надумала, так есть. Это главные, очень важные фигуры. В поэзии в 30-е годы он тоже иронически уже писал о вожде народа. Иронически писал, даже пародировал поэтику романтизма. Я могу сказать, что это канонический автор теперь Радалскас. Но даже в средней школе не всегда опознают этот иронический код. И у нас большие дискуссии с учителями школы, потому что они начинают преподавать этого поэта как романтическое. О том, что он там почти издевается, используя классические формы, не узнают. Там очень такая грань, как тонкая грань. И он очень открыто там полемизирует с позицией поэта-народа. Но самая резкая полемика была высказана уже в 50-е годы. Он когда был эмигрантом. И он написал очень знаменитое в Литве полемическое стихотворение, которое называется «Рождение песни». Я цитирую перевод Анны Герасимовой. «Народа не веду, домом не мазвожу». И это перевернутый образ поэта-народа Брэджониса, который в 1941 году написал стихотворение «Зову народ угнетенный ГПУ». Это после оккупации Литвы. Но так случилось, что всё, что было сотворено в междувоенное время, в советское время всё перевернуло. Эта фигура поэта-народа очень стала релевантна. Но литовская литература развивалась, как Лорета уже сказала, в две створоны. Но в эмиграции эта фигура поэта и тоже была оброждённость её воплотил, и с ней полемизировали. Насколько я знаю, на русский язык переведён роман «Антанес Ашкемы. Белый саванн». Если будете читать, то этот роман очень многослойный. Один из слоев есть литературная полемика. И там есть один персонаж, поэт Вейделёнис. То прототип этого поэта есть народный поэт Бернарда Сбрэджонис. Это тот, который писал «Зову я народ угнетённый ГПУ». Он просто ненавидит такой риторики. Так вот, это вся литовская литературная полемика. Там вы можете прочитать, когда будете читать. Но, как я сказала, в советское время обе эти митические фигуры поэта опять стали релевантными и вернулись в центр культуры. Но это не надо вам объяснять. Все эти советские страны и республики это пережили. Но самое интересное, что происходит с этим по советское время. Самое интересное, что в 90-е годы эти две фигуры стали ещё сильнее. Потому что поэты пошли в баррикады или пошли в митинги. И эта фигура обрела очень большую важность и стал поэт-рупором народных надежд. Например, Брэджонис, который прожил почти 100 лет, в 1989 году приехал в Литву, и его почти носили в буквальном смысле на руках. Я пыталась найти фотографию, но не успела, чтобы показать этот фурор. И его книга «Полнолуние поэзии» вышла в тираж в 100 тысяч. Это совсем трудно вообразить, потому что теперь книга «Поэзии» в Литве, в которой около 3 миллионов жителей, выходит в 700 тиражов. Так вот. И это был пик, после которого начался гризис этого народного поэта. Кстати, Греймас, который жил во Франции, смотрел на весь этот процесс мифологизации поэта с некоторым ужасом. И только вот в прошлом году вышла книга «Писем и воспоминания», не «Воспоминания», «Писем, разговором Греймаса», и там есть такие фразы, которые могут шокировать. Он сказал, я смотрю и думаю, что Литве надо расстрелять несколько сотен поэтов, или, по крайней мере, выслать их преподавать в начальных школах провинции Литвы. Потому что это ненормально, иметь этих поэтов в демократическом обществе, и надо что-то с этим делать. И если Мартин Кявичус, о котором я буду еще говорить, Мартин Кявичус — народный поэт, Ларета чуть-чуть говорила о нем, и о нем думали как о будущем президенте Литвы. В западных странах это трудно представить. Ну, конечно, есть интеллектуалы президента, как Гавил в Чехии, но у Греймаса была совсем другая концепция, которая не реализирована, конечно, что надо создать административную школу, высшую, по примеру, эколь административы во Франции, и там воспитывать бывших, будущих политиков, а не искать их посреди поэтов. И вот в этом комментарии мы видим, как две идеологические системы, две понимания и роли поэта, и роли политики уже входят в конфликт, в конфликты. Но, несмотря на такой критический взгляд Греймаса, этот миф поэта очень долго еще. Сколько теперь лет в «Независимой Литве»? Почти 30. И этот конфликт еще продолжается. Еще продолжается. Хотя Греймас предчувствовал, что этот миф поэта-вождя народа не перспективен и не может быть перспективен строить демократическое общество и современное государство. По его мнению, такой поэт уже не динамичный. Он имел концепцию двух типов мида — динамичных и статических. Динамичный мид делает жизнь человека более сложной, но продвигает общество и человека тоже. А статический мид — он дает утешение человеку и облегчает жизнь, но он не перспективен. Так мы видим, как этот миф поэта-вождя народа становится в демократическом обществе уже статическим. И он не продвигает общество. Кстати, Греймас не верил, что человек может жить в пределах мифа. Человек — это мифологическое существо, и он всегда живет в мифе, как в системе культуры. Я скажу несколько примеров, как ходили эти конфликты об этих фигурах. И фигура поэта-народа всегда в Литве имела очень конкретное воплощение. Мы можем назвать конкретные поэта. Это Майронис XIX века, конец XIX века, это самый Брожжонис, и в советской, по советской Литве это Мартин Кеопчус. Мартин Кеопчус, конечно, ближе всех. Ближе всех, потому полемика о нем самая горячая. Я буду говорить не о творчестве Мартин Кеопчуса и не о его ценности. Это совсем другая тема. Я буду говорить о том, как ведется дискуссия. А эта дискуссия нам показывает ситуацию общества Литвы и какие там идеологические борьбы проходят. О чем говорится, когда говорится о Мартин Кеопчусе? Так как он творил в советское время, говорится о том, что он и выражал национальный интерес, и в то же самое время поддержал советскую систему. Его драмы интерпретировали и как субститут национального эпоса. Это такая литовская травма, что мы не имели национального эпоса. И вот эта сказка, это какой-то реликт. И сам Мартин Кеопчус написал трилогию. Мне кажется, она переведена на русский. И Миндоугас тоже ставился в советское время в России. Так вот, что его трилогия функционирует как субститут этого мита, а поэзия предлагала неконфликтное понятие мира. По-настоящему это ист посложнее. Но я такую интерпретацию чуть-чуть упрощенную передаю. И это понятие мира обосновано на крестьянский образ жизни. В этих конфликтах эстетическая ценность Мартин Кеопчуса часто вообще не обсуждается. Это не очень хорошо, потому что это просто стало какой-то войной. Кстати, конфликт по поводу статуса и мифа Мартин Кеопчуса ведется по принципу радикальной оппозиции, как борьба между теми, кто создают миф, и тех, которые усердно стараются его уничтожить. Мистификация началась еще в советское время, а радикальную демистификацию начал, наверное, Томас Венслава, кстати, который в одной телепередаче в конце 80-х обвинил Мартин Кеопчуса, что повесть «Сосна, которая смеется», написана по заказу КГБ, и по этому заказу Венслава стал прототипом одного из декадентных молодых интеллектуалов. Кстати, документов, доказывающих эту версию, пока не найдено, и Венслава, мне кажется, доната меня может поправить. Том Венслава изменился по этому поводу теперь. Да, 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 я не могу сказать, но просто по предстоящему мальчике, как вы понимаете, в России, в России, христианские мальчикы, как вы понимаете? Они помирились, они помирились. Вы понимаете, как на поэта? Как на поэта, да. Но тогда это сообщение провело впечатление бомбы, развернувшейся, потому что это было похищение народного поэта. Второй раунд этого конфликта был в 2002 году, когда такая группа молодых неокатолических интеллектуалов в одном издании, но есть и ждины, новый очаг, опубликовали серию статей, в котором стали демистифицировать Марцинкевича. Кстати, Греймас сам различал демистификацию, это объяснение мифа, и демистификацию, это идеологическое нападение на мифа. И там было очень странных таких статей, даже таких, которые обвиняли рифмику Марцинкевича, что она советская. Но те, которые читали Гаспарова в этой аудитории, не надо объяснять, может сказать, как это странно, будто сама рифмика виновата идеологически, просто сама. Одна из этих статей, я не называю имени, потому что это ничего вам не говорят, потом было переработано и опубликовано в сборнике для вузов, в котором творчество Марцинкевича с интерпретировалось как форма колониальной мимикрии. Но то он уже был не таким нападающим. Потом мы все почти трое, которые здесь сидим, тоже участвовали в этой борьбе и старались, наверное, найти этот средний путь. Но это не очень легко в Литве. И как мы старались найти этот средний путь и просто аналитически говорить о этой фигуре, нам попадалось с обоих сторон. Конечно. И как в прошлом году вышла книга воспоминаний о Марцинкевича, то это наша книга, где есть две статьи Марцинкевича и о таком о самом процессе не фокализации, но там она на нее нападают просто, как мы сумели напасть на идола. Но этот средний путь не очень как это говорится, саугус безопасен. как как я приведу еще один пример. После смерти в 2011 году вышла монография Валентина Сосвентицкого, он долго во время руководил союзом писателей о Марцинкевичу. книга такая идеализирующаяся. И когда у нас в институте литовской литературы была дискуссия, эта дискуссия была очень выразительная, потому что мы сидели о столе и долгое время была тишина, потому что просто никто не имел смелости начать эту дискуссию. И только профессор Настопко, ученик Греймаса сказал, не выдержал и сказал, эта книга чистая география, посмотрите, как она начинается, она начинается фотографиями похорон и фотографиями реликвий в конце, там письменный стол. И это было начало какое-то, и потом вся дискуссия не состоялась, потому что он так сказал, а другая сторона сказала, что вы тут придумали, вы не можете поверить, что он и был идеален, идеален как человек. И вот о чем я говорю, что эта дискуссия все время приходит в тупик. Но я одна минута, хорошо, то все время приходит в тупик, но я все равно хочу сказать некоторое слово о другом виде. Все эту борьбу можно определить тоже как мифическую. Это борьба между теми, которые сочиняют идолы и теми, которые хотят их свернуть или ищут коза от ущелья. Еще молодое поколение об этом дискутирует в Фейсбуке теперь. с этим героем, поэтом-героем в смысле XIX века, которым писал Карлайль, никак невозможно покончить. Никак невозможно покончить. Теперь я попрошу еще одну минуту, потому что пример о романтическом гении. Это совсем по-другому прошло, прошло этот кризис, потому что никогда не была одной фигурой. Была такая общая авра романтического гения, которому больше дозволено, которым может переходить моральные нормы. И мы имеем образцы мифологизации. Я только один пример, который привожу, который, наверное, известен и вам. Это фигура Витаса, фотографа Витаса Луцкуса. В России он был известен в советское время. У него биография идеальная для математического героя. Он был фотограф такой, будто богемного типа, и его жизнь как вьона. Он в одной пьянке, я говорю откровенно, убил человека и покончил с собой. такой образ мятежника создавался, но в то время он очень хорошо жил. Материально в советское время, там работал в доме моды, и в то же время имеем такой популярный фильм мастери Татьяна Гедрижич Китти, который продолжает этот миф. Но что случилось в этом году? Если миф поэта-народа так спазмирует, все время о нем дискуссии, и никак мы не можем с ним покончить, то с мифом народного романтического гения мы покончили в две недели в Литве. Это случилось, это покончило молодое поколение, которое родилось уже в независимой Литве. Я могу сказать, что в Литве был большой скандал типа Митю, и в эпицентре этого мифа были романтические герои лавриаты национальной премии. Это Шарунас Бартас, который известен в России, режиссер Йонас Вайткос, который тоже известен в России более или менее, и другой художник, который меньше известен, Йонас Гасюнас, но он не так известен, художник. И не буду рассказывать деталей, но в этом скандале молодые девочки все сказали, что нет двух стандартов, ни художнику, ни другим членам общества. И были такие дискуссии, в которых этих девушек поддержали молодое поколение мужчин тоже. и тоже в этом комментариях сказали, что это показало, что Литва уже перешла в западную парадигму. Это не так однозначно, потому что дискуссии между поколениями уходят всякие. Женщины нашего поколения, которые жили в советское время, считают иногда это нападением на мужчин, но есть такая интерпретация, что это уже концовка романтического гения, потому что были и пробования их оправдать как гении, которые с психическими отклонениями. Так сказал ректор одного вуза, и это вызвало большой гнев, потому что оправдать категориями гения невозможно уже. и все это все они вышли с работы почти, кто был уволен, кто ушел сам, сам ушел, кто не хотел признавать, но все это случилось в две недели резко одним таким как это узел гордия, так по-русски? Да, и вот так этот кризис так с большими дискуссиями, но эти дискуссии шли в месяц, две недели, месяц, очень-очень сжены в интенсивные. И вот что мне интересно, что это очень-большое различие дискуссии. Этот романтический гений, он так, было несколько дискуссий, но очень по сравнению с гением с этим вождем народа, это было такие очень маленькие и просто вспыхнуло в один день. А вот с этим вождем народа все время плываем, 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 еще не вспомнили. Ну, конечно, это еще и потому, что этот гений народа, гений божьи народа очень поддерживается каноном литературы. Каноном литературы в школьных программах, в программах, в вузах не так легко с ним как это справиться. А вот с гением романтическим справиться да. А у меня был такой выводный вопрос, а если мы не можем жить в немифологическом обществе, кто будет вместо этих мифов? Ну, пока я не знаю. Пока я не знаю. Молодой неспровергатель. Есть другой пример, какой тип писателя в Литве. Это писатель профессионал. Этот самый Вачкевич или Сегита Спарульский, который придет. это профессионал, который хорошо делает свое дело, который может быть моральным авторитетом, но который тоже и соблюдает то же самые нормы, как и все члены демократического общества. спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ шахты это звать и кричать. Нилюна сказал, что самый лучший патриотизм это писать хорошо на родном языке. Все. это очень сложно, потому что он пошел как бы позднее и он так отшельником старт своей литовской поэзией. Это очень интересно. Я интересовался им. Это возновил такой архаический литовский язык, будто заново выучил и был во стороне этих самых главных линий. Но по сравнению с другими символистами литовскими он по сравнению например с Балисом Срогой он никогда так не говорил о себе как исключительной фигуре. Вы как-то обходите стороной совершенно конкретное историческое время. То, как звучало стихотворение про Жониса и как его все знали в Литве тогда в эти десятилетия ни Радауска с ним кто-то другой не мог. Ну, это роль в конкретное историческое время. Я не прошу. Я думаю, что это самая главная роль не играет. И нельзя это как-то одно заменить друг. Я не заменяю. Я думаю, что это время есть самый главный герой. Я Евгений Цинбов, автор фильма Болтуршайтесь. Георгий Болтуршайтесь, последний рыцарь серебряного века. Мне кажется, что Болтуршайтесь, не буду судить о литовской поэзии, поскольку не знаю языка и не имею права об этом судить. Но в русскоязычной поэзии Болтуршайтесь, мне кажется, он унаследовал традицию, идущую от Боротынского, от Тютчева. Поэт-философ. Поэт-философ. Поэт-философ, он не романтичный. Я бы сказал, что он в какой-то степени даже метафизик. В литовском тоже есть. Его поэзия, даже символическая того времени, приближающаяся к интонациям Брюсова, Бунина, еще кого-то, она в некоторой степени еще и романтическая. Все-таки совсем отрывать его от романтизма, мне кажется, нельзя. У него есть манифесты, но манифесты не нарциссические, а манифесты поэтические и природные, и адресующиеся ко Вселенной, к Вечности, к Богу и так далее. Спасибо. Спасибо очень. Спасибо, что напомнили. Я думаю, что тематически в литовской поэзии то же самое, только литовская поэзия очень интересная. Я его очень люблю этим архаическим слоем языка. Это он совсем уникальный и выпадает из этой главной парадигмы. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...